Привет! Сегодня у меня кофейный такой влог, не влог, а кофейная пауза. Кофе у меня на канале, очередной. Сходил я не через дорогу Бургер Кинг. Ребят, Oreo Shake. Шейк с печеньем Oreo это просто... Это просто гениальная вещь. Я сейчас на диете, но, блин, с утра можно себе немножко позволить. Хотел немножко подвести такой итог. У меня сегодня последний день в Будапеште. Боже мой, какая тема кофе. Хотел немножко подвести такой небольшой итог по моей поездке. Что такое у меня вообще была за поездка у меня вот в Прагу и Будапешт? Это у меня... У меня столько было развлечений, да, это было развлечение, да, это здорово провели время. Ездил со своим другом хорошим. И поездка классная, на самом деле. Но что я сейчас делал, это... Я сейчас выбираю, куда мне переезжать из Милана. И для меня Прага и Будапешт, например, стояли сейчас совсем на первом месте. Хочу такую тему сказать про... Робину Гудину. Какой-то вот момент был у нее такой, что я просто совершенно перестал смотреть ее. Но ничего-то не туда пошла вся ее тема. Блин, ну все, я сейчас мамочка, принимаю обратно блудного сына. Мне так нравится сейчас, что у нее на канале. Она сейчас переезжает в Москву, ищет квартиру, и она просто пошагово все это сейчас документирует. И это очень интересно, на самом деле. У меня у человека, который сейчас опять переезд, он на таком, на насущная тема. Для меня ее видео сейчас просто... Боже мой, ты понимаешь, не один ты такой, у которого пытаешься начать что-то сначала, очередной раз. О, боже мой, это просто кусочек края в стакане. Знаете, честно, дала я хорошие полгода в Милане. Дала я хороший шанс этому городу. Дала я хороший шанс, вот сейчас у меня будет новый старт, да. Нет, не получилось, ни мое не зашло. Никак, не могу больше форсировать, мама говорит. А то он там, или там вот друзья говорят, да. Может еще полгодика, не могу, ребят. Ничего не изменится у меня в Милане, ничего у меня не изменится. Нужно закругляться с этой темой, и вообще не мое. Приехала в Прагу. Я Прагу люблю. Три года в Праге. Как дом родной. Знаю каждый угол, знаю все. Мой любимый татуировщик, который просто шикарный парень. Хороший друг, вы действительно хороший друг. Знаете, сидишь, когда у него по шесть часов. Спокойный, все непоколебимый. Знаете, обо всем перетрем, все темы поднимем. И так все спокойно, без всякого конфликта. Боже мой, восхитительный парень. Говорит, Прага на данный. Это вот кому интересно сейчас, если вы собираетесь приезжать куда-то в Европу, или просто ехать куда-то. Airbnb пришло в Прагу. И моментально обрушило весь рынок недвижимости. Люди скупают, как ненормальные квартиры, и сдают их на Airbnb. Случился такой сейчас момент, у них происходит что-то интересное. Кризис просто на рынке недвижимости. Гостиницы страдают по-черному. Но что самое страшное, снять квартиру в Праге сейчас, вам за тысячу евро, вы не найдете ничего порядочного. За тысячу евро вы не найдете ничего порядочного в Праге. Это будет какая-нибудь конура за 40 квадратов. Учитывая то, что 4 года назад, когда у меня была квартира в Праге, я платил за 600 евро, у меня был вид на музей. Кто знает музеум, да, музеум, как они называют, не знаю. В Новинсклавской площади у меня из окна я мог видеть музей. Я платил 600 евро, это у меня, наверное, было метров 75 в Праге. Вот, и сейчас за тысячу в центре вообще ничего. То есть, хочешь что-то приличное, 1200-1300. Что интересно сказал татуировщик, что сейчас Прага считается самый дорогой город в Европе, где мы говорим о соотношении зарплаты и аренды. Вот в этом плане Прага самый дорогой город, где зарплата считается средней 1000 евро, но таких зарплат нет в Праге. То есть, люди работают за 750-600 евро в месяц. А квартиру снять более-менее какую-то, чтобы не была вообще поганая конура, это же начало... Только, что говорит, села сразу, закончилось место на карточке. За 1000 евро у людей не получается снять ничего порядочного в Праге. То есть, очень огромный диссонанс идет. И это от того, что неконтролируемые вот эти вот все потоки, если деньги через Airbnb идут, просто неконтролируемые ничем. И Прага достаточно коррумпированная. Вообще, Чехия достаточно коррумпированная страна. Это вот для тех, кто пытается сейчас уехать в Прагу. Вы знаете, золотые годы дешевой Праги. Прага очень дешевый город. Дешево поесть, дешево выпить, дешево жить. Но аренда убивает все. Поэтому золотой век такой вот дешевой Праги, он закончился. Будапешт, типа, вот такую прикольную хату, вот такую хату. Метров, скажем, наверное, под 70 здесь. Квартира очень огромная, потолки, наверное, метров 5. Это точно потому, что здесь вот двухэтажный, это лофт. Все под ключ, все забито полностью. Итак, очень, знаете так, китч, конечно, 100% китч. Но это очень инстаграмная, очень ютубная квартира, да, идеально для молодого красивого ютубера, да. В самом центре, здесь у меня до базилики два шага. Я реально выхожу, я вижу сразу базилику со своей улицы. Начиная, наверное, с 750-800 евро в месяц. И это огромная разница, потому что здесь не начиная с 1000 конура, а здесь за 750. Все подключить, включай холодильник, плиту, посудомоечную машину, стиральную машину. То есть заходи, разложи свой чемоданчик по полочкам, и все. И квартира у тебя готова к жизни, к такой даже красивой жизни. То есть очень уютно все сделано, сделано очень красиво. Так каждый угол делает себе... Я же не скажу как, что мне в квартире важно, чтобы легко можно было использовать под ютуб-студию свою. Жизнь в Праге, в Будапеште, я не знаю, насколько она дешевле, чем в Праге, или дешевле она в принципе, но очень дешевая. Здесь очень-очень дешево жить, есть, пить и снимать квартиры. Я приехал сюда в принципе выбирать... Вот сейчас я езжу по местам, смотрю, куда мне переехать. То есть сейчас не буду делать... Окей, я помню, Будапешт был неплох, наверное, Будапешт. Нет, сейчас я еду, живу, смотрю и присматриваюсь. Очень красивые люди здесь, очень хорошая погода. Это самое сердце Европы. До Берлина, наверное, сколько? Полтора часа, да, два часа из Будапешта. До Праги четыре часа. До Вены, наверное, полтора часа. До Братиславы два часа. Самое сердце Европы, где до всего можно дотянуться очень быстро. Здесь даже не нужно ехать на самолете лететь. Здесь все в пределах автобусных поездок. Самое сердце Европы. Очень красивый город. Он очень дышащий, такой просторный, очень эпичный, восхитительный город. Я очень люблю Будапешт. Многих аргументов. Венгрии не говорят на английском. Ну, итальянцы не говорят на английском. Ну, и в Чехии не говорят на английском. То есть я считаю так, что если хочешь вывернуться, ты вывернешься, да. Если не хочешь вывернуться, ты будешь искать причины. Да, сейчас скажете, почему ты из Италии уезжаешь. Ну, не моя тема. Во-первых, очень жарко, очень жарко. Во-вторых, вот эта вот вся средиземноморская внешность вообще не моя. Вот совершенно. Как вы будете в Болгарию ехать, искать себе двухметрового блондина, жениха. Правильно? Ну, тогда ехать в Швецию. Это насчет вот Будапешта, в принципе. Сейчас у меня... Я не знаю, насколько у меня получится эта поездка в Питер. Я еду в Питер во второй половине августа. Наверное, так получается. Короче, я завтра приезжаю в Милан. И я сразу смотрю билеты и гостиницы все в Питере. Очень хотел встретиться с друзьями, которые сделал в прошлый раз в Петербурге. Знаете, нет никаких планов ничего снимать. Просто хотелось просто встретиться, посидеть, потому что очень мало времени провел в прошлый раз в Петербурге. И совершенно не получилось у меня. Вы знаете, у меня некачественно произошла поездка в Питер, потому что была ужасная погода. У меня был стресс очень большой, в принципе, из-за поездки в Россию, так как это была первая поездка в Россию у меня. Вот как она есть. И я не разлетел Питер совершенно. Было холодно, было очень холодно. Хотя по-нецкому прошвырнулся. Вот, еду сейчас в Питер. У меня, знаете, у меня такая тема, что... Не просьба и пару-тройку месяцев можете в Питере пожить, понимаете? У меня сейчас еще, знаете как, не мечусь, нет. У меня сейчас все спокойно, все комфортно. Да, бывают падения какие-то, да, бывают всплески, настроения. Ну, и такой я человек, я человек эмоциональный, да. И я знаю, что я не буду никогда себя сдерживать, потому что я начинаю сдерживать свои эмоции. У меня начинается просто глубокая депрессия. Вот. Посмотрим Питер. И знаете, я сейчас никаких планов такие вот... Нигде я точку не поставил, нигде я не принял финального решения. Буду принимать решение, наверное, до сентября-октября. Ну, знаете, хочется нового. И хочется, знаете как, не так, что, ой, все, вот, жизнь тебе говорит так, или судьба, там, что-то тебе, кто-то там дает знаки. А ты, и ты начинаешь прогибаться. Нет. Хочется немножко взять контроль, вот, в свою жизнь под контроль. И делать то, что, вот, сам понимаешь решение. И не обстоятельства, не потому что мама, и сестра, и папа сказали, в Милане тебе будет хорошо, да. Нужно было думать, что мне нужно. Потому что, если вот так вот исходить из точки зрения, где жить, то в том же Стокгольме за тысячу евро ты снимешь уже хорошую квартиру, понимаете. Может, не хорошую, но тем не менее. Везде свои нюансы, везде свои вот эти непонятные сложности. Сложности, но это всегда так, знаете, легко только кошки родятся. Если хочешь что-то вот получить, даже не то, что что-то получить, такое слишком, знаете, аморфное состояние, что-то получить. Если ты хочешь начать жить комфортно так, как ты хочешь, нужно делать. Ничего, блин, под лежачий камень, вода не течет, понимаете. Никогда. Вот, и мне интересно сейчас просто, сейчас у меня какой-то интересный период в жизни получается, понимаете. Да, до сих пор пока один. Да, до сих пор пока не устаканился. Но у меня получается так, вот когда я сейчас смотрю вот на то, что на свою жизнь сейчас, жизнь получается очень интересная, потому что много чего стало происходить. И я этому очень рад, понимаете. Как оказалось, слишком рано мне сейчас осесть где-то и принимать вот тот дискомфорт, который летит в твою сторону. Вот послушно его принимать. Нет, так я сейчас не хочу. И так сейчас не будет. Не тот я сейчас человек, чтобы спокойно вот сесть и смириться. Такого не будет никогда, ни под каким соусом. Очень хочу в Питер. Вот честно, очень хочу в Питер. Знаете, тема какая? Знал бы, где падал, поселил бы, блин, соломку. Понимаете? Никогда не знаешь. Вот с сестрой говорю. Вот у нас тема. Вчера буквально звонил, говорю, слушай, Эва. Вот сложности какие-то появляются здесь, там и все такое, да. Она говорит, понимаешь, вот те люди, которые сейчас появляются у тебя в жизни, цени их хотя бы за то, что на какой-то период жизни они дают тебе эмоции, ради которых стоит жить. Знаете, она у меня, у нее еще сестры, очень умные девчонки, очень, очень. Мне повезло очень с семьей в этом плане. И у каждой своя философия, у каждой своя такая вот точка зрения на все. И вот Эла, да, у нее очень мужской склад ума, как оказалось. Но она, знаете как, она как мужчина романтик, да. Она, она, она живет свою жизнь вот так, как она сейчас живет. И у нее ситуация такая, что она охотница за, за красивыми ощущениями. Для нее важно вот эти вот переживания, не просто она гоняется за драмой, нет. Ей важно встретить, встречать тех людей, которые дают ей вот эти вот искру, которые дают ей вот этот вот в жизни вот этих вот бабочек в животе, понимаете. И когда она начинает это говорить очень простыми словами, она говорит, Антон, не обрубай ничего, всегда давай шанс. Потому что цени тех людей, которые сейчас появляются в твоей жизни, и которые будут, и которые тебе на данный момент дают какие-то вот эти вот счастливые переживания. Вы знаете, сейчас у меня очень давно не было такого, у меня очень давно не было такого вот этого ощущения, понимаете. Ощущения такого влюбленности какой-то, понимаете. У меня этого давно не было. И я очень скептично к этому отношусь, потому что я не совсем... Я самокритичен. Я знаю, кто я, понимаете. Я знаю, что я невротик. Я знаю, я скандальный... Не скандальный, я знаю, я нестабильный моральный человек. Я знаю, я человек достаточно сложный в общении, да. Поэтому я не говорю, что да, меня будут любить, меня примут любого, меня будут обожать только за то, что я восхитительный человек. Есть люди, действительно восхитительные. Есть люди, которые действительно очень добрые, милые, и рядом с которыми просто хочется быть просто вот рядом, понимаете. Я не такой человек. Я человек челлендж, да. И я говорю не потому что, ох, я человек челлендж, нет, я говорю про другое, что я человек челлендж и это ужасно, поэтому те люди, которые встречаются на моем пути и остаются со мной, им медаль надо давать, потому что меня терпеть это сложно, меня или можно любить, или ненавидеть, понимаете, потому что со мной просто быть так, как просто вот время провести не получится, понимаете, и это ужасно. У меня вот в этом плане это ужасно, я не знаю, как над собой работать, чтобы это исправить, да, но в то же время, когда у меня кто-то есть, я очень заботливый человек, я очень любящий человек, я очень, вот, я думаю, у меня есть какой-то вот этот противовес себя же, да, то есть где-то ужасно, а где-то хорошо. Я так себя, я надеюсь, я думаю так, потому что если вообще все ужасно, то нахер вообще со мной общаться, понимаете, вот в этом плане, не знаю. Хочется, знаете, вот, вот если тебе дается шанс, не хочется его сейчас просто просрать, вот совсем не хочется его просрать, потому что меня сейчас немножко пугает вот эта мысль, что блин, а может быть, вот не получится, и опять сначала надо все начинать, и опять сначала все надо начинать. Да блин, не хочу ничего начинать сначала. И вроде хорошо одному, и вроде и, и, блин, сам себе хозяин, и все нормально, и все, и все хорошо, а вот место пусто рядом, понимаете, вот пусто оно рядом, и хочется, вот, сложно все, сейчас ничего не говорю, блин, по конкретике, потому что и все боюсь сглазить, а так получается, знаете, уже вот YouTube тебя учит, говори уже по фактам, потому что иначе тебе просто скажут, врешь, да, хотя ты, может, не врешь, просто не от меня все зависит, правильно, да, ты думаешь одно, а получается по-другому, а люди, просто понимают, как врешь, не знаю. Нормально у меня все. Не знаю. В любом случае, зачем тебе вот этот влоговый канал, все. Ну вот, буду переезжать опять, опять все, вот мой видеодневник, знаете, если основной канал, там все структурировано, здесь у меня вот такой спонтанный видеодневник. Ничего я сейчас не монтировал, вот стойко наснимал, вот приеду в Милан, начну монтировать потихоньку, будет много влогов. А пока вот такой апдейт. Не знаю, ребят, кто хочет переезжать, кто хочет лучшей жизни, кто хочет перемен, действуйте. Вы знаете, действуйте под лежачий камень, никогда вода не течет, никогда. Удачи вам, вот всем. Я знаю, если вот ждешь добра, вот проси, тебе дастся, да, вот ждите добра, ждете любви, у вас все будет всегда. По-другому просто быть не может. Не может быть по-другому. Верьте всегда в самое лучшее. Я такой человек. Какой бы я ни был темный, какой бы я ни был пессимистичный, я все равно в итоге, в сухом остатке, я все равно надеюсь только на большую чистую любовь, на все самое хорошее, понимаете? Говорят, бойтесь своих желаний, а в то же время желайте только хорошее, значит, значит, надо желать себе только хорошее. Все, ребят. Так, у меня был сегодня апдейт, влог, не влог, кофейный разговор, кофе у меня на канале, да. Рассказал, что случилось, небольшой апдейт, что происходит. Спасибо огромное всем, кто подписываетесь. Ребят, классная хата Airbnb. Ссылка в описании. Если вы еще не зарегистрированы на Airbnb, зарегистрируйтесь, получите 25 евро купон, не купон, а скидку на свою первую квартиру, а с арендой Airbnb, это шикарно. В Будапеште это целая ночь, считайте бесплатно. Надеюсь, вы станете таким же фанатом Airbnb, каким являюсь я сам. Всем хорошее настроение, подписывайтесь на мой основной канал. Ребят, всех очень сильно люблю. До встречи. Всем пока.